Приветствую вас, вы знаете, ваш вопрос, он, точнее, запрос, достаточно серьезный, мощный и непростой. А вообще, если вот так говорить, то на довольно длительную терапию, я бы сказал, вы можете рассчитывать, демонстрируя вот такой запрос. Такое количество запросов, потому что есть ощущение, что вы не так, ну, вы так просто не откажетесь от того, чем вы сейчас, ну, чем вы живете. Сейчас, да? Есть у меня такое ощущение, что не откажетесь, не откажетесь вы так вот, ну, так быстро от того, что, от того, как вы обустроили свою жизнь. Смотрите, что я вижу. Я вижу тотальное подавление всех своих эмоций. Это вот то, что я вижу. Я вижу тотальное подавление своих чувств. Я вижу тотальное подавление своих желаний. Я вижу тотальное подавление всех, что вам нужно. И в этом, на самом деле, есть одна из ключевых проблем. Ваших проблем, ключевых. Потому что вот вы, получается, подавляете все, что связано с вашими желаниями. Постоянно, постоянно себя оцениваете, постоянно подвергаете сомнению. Себя, да? Свои действия постоянно оцениваете их. Вот. Свои действия. И вряд ли все это может быть, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли, это может быть из няскуда. То есть вряд ли у вас это появилось на ровном месте. Скорее всего, подобная история появилась у вас, ну, грубо говоря, при взаимодействии с родителями. Сейчас такие вот детско-родительские отношения. Вот. Скорее всего. Скорее всего. Детско-родительские отношения. То есть, вот. То, как ваши родители к вам относятся, возможно, и то, какие представления о себе у вас есть. Вот. Это все, значит, является так называемыми интроектами. То есть это все не ваше. Условно говоря. Вот. Тревога по поводу мнения окружающих людей. Связана с неудовлетворенностью относительно того, что хочется вам. Тревога всегда это про то, что вы не удовлетворены. Тревога это всегда про то, что вы игнорируете что-то свое. Вот. Дальше. Профессиональная творческая реализация. Профессиональная творческая реализация сама по себе без, скажем так, своего рода трансценденции. Вот. Без трансценденции. Без трансцендентального аспекта. не имеет ничего, ничего, не имеет никакой жизнеспособности. Потому что ставить целью и делать целью только вот именно реализацию, это означает загубливать то, что тот потенциал, который у вас имеется. Вот. И именно загубливать. Потому что ситуация заключается в том, что вы ориентируясь на реализацию. Вот. Не можете реализоваться. Потому что реализация это всегда то, что связано с оценкой. Ну, с оценками других людей. Опять же. Понимаете? Какая штука. Поэтому ваша не, так называемая, нереализованность. Вот. Она связана как раз таки с тем, что вы ориентируетесь на какое-то вот признание. Вот. Причем признание других людей. Установление и поддержание отношений с людьми. А зачем? Ну, вот серьезно. Зачем вам поддержание отношений с людьми? Для чего? Какая у этого может быть цель? К примеру. Ну, лично ваша, например, цель какая? В том, что вы хотите отношений с людьми. Грубо говоря, чего вам не хватает? Чего вам не хватает? Вот именно вам конкретно. Что вы нуждаетесь в... Ну, в отношениях с людьми. Понимаете? Дальше. Хотелось бы понять стратегию, как решить эти проблемы. Ну, какого-то универсального решения нет и быть не можно, потому что вы индивидуальность и вряд ли можно... можно... говорить о том, что... ее можно обойти. Вот. То есть вы не можете обойти свою индивидуальность. И ваша индивидуальность, она должна быть обязательно учтена при работе с вами. Никаких таких вот... решений, никаких универсальных решений быть и быть не может. В принципе. Дальше. Так, не могу прийти в гармонии с собой. Ну, правда, что вы игнорируете свои чувства. При этом кажется, что могла бы исправить это положение, если бы приложила к этому больше усилий и подошла бы к этому более осознанно. Ну, это всего лишь означает, что мотивации это делать у вас нет. Это означает лишь только это. Нет мотивации это делать, а значит, данная позиция, которая у вас имеется, она вам чем-то выгодна. Понимаете, какая штука. То есть, ваша позиция вам чем-то выгодна. Чем-то выгодна. Есть выгода вам от того, что вы вот в этой ситуации находитесь. Пускай она вам даже не нравится. До конца. Пускай она даже вас не устраивает, да, и напрягает, напрягает. Все равно есть какая-то выгода у этой ситуации, которая мотивирует вас в ней оставаться, собственно говоря. Дальше. Периодически я пытаюсь делать действия, которые, как не видится, могут гармонизировать мое состояние, но через разное время бросаю, подаваясь новой волне негативных эмоций. Делать действия, которые, как не видится, могут гармонизировать мое состояние. Понимаете, вопрос заключается в том, насколько ваши действия отвечают вашим требованиям, отвечают вашим чувствам, отвечают вашим желаниям. Вот. Вот что у вас. Понимаете? Какая штука. То есть, если вы совершаете какие-то просто действия, то эти действия, они, скорее всего, ничего не дают. Они ничего вам не приносят. Вот. Потому что это из головы взято. Поэтому гармонизировать ваши состояния не могут. Через разное время бросаю, подаваясь новой волне негативных эмоций. Так, ну, здесь надо бы понять, на что основываются ваши негативные эмоции. Теряю баланс, не могу, не хочу концентрироваться и делать что-то, за что начинаю испытывать вину, не взорвана с собой. То есть, вы чувствуете, что должны обрести баланс. Вам не то, чтобы хочется, а вы должны обрести баланс. Вот. Это такая, достаточно, достаточно, ложная, я бы сказал, история. Так. Хочется в такой момент мощной ободряющейся поддержки, которую я не могу найти в себе самой. А почему вы вообще нуждаетесь в поддержке? То есть, что происходит с вами такого, что вы нуждаетесь в поддержке? Вот, что происходит с вами такого, что вы испытываете потребность в поддержке? Дальше. Нет энергии, на что она тратится? То есть, вы тратите ее, вероятно, на постоянную борьбу, борьбу с самой собой, да? Если есть, расходую ее чаще всего неграмотно. Ну, это, скажем так, оценка. То, что вы говорите, что неграмотно расходовать, это оценка. Мое поведение определяет чаще всего, произведет ли на кого-либо впечатление. Почему вам это так важно? Ну, в чем вы не уверены в себе, и что вы не принимаете в себе, что пытаетесь запомнить это, заменить это другими людьми? Это стало настолько фоновым и важным критерием, что просто не могу ответить себе на вопрос, что бы я вообще делал, если бы не пыталась произвести на кого-либо впечатление. Ну, здесь для начала нужно освободиться от долга, да? От вот этого ощущения долги с фаваной. Чаще говорю не то, что хотелось бы сказать. На самом деле, выходя из дома, стараюсь создать образ адекватного, привлекательного, интересного, гармоничного, сильного человека. То есть, обманываете, то есть, опять же, не принимаете себя. По-моему, не всегда это получается хорошо. Это оценка. Разумеется, это создает напряжение. Хотелось быть искренним с людьми, но быть открытым в этом моем случае, это значит, предлагать им свое нездоровое внутреннее состояние. Это безответственно. Что вы подразумеваете под нездоровым внутренним состоянием? То есть, я вот... Что это значит? Это, опять же, оценка. Есть дискомфорт и раскрывать это все даже психологу, хотя, казалось бы, затем к психологу и обращаются. А в чем дискомфорт? От чего? Срочная потребность признания связана с тем, что вы себя сами обесцениваете. Надо понять, откуда вы это взяли обесценивание себя. Потребность быть не банальной, но сама быть. Это желание кому-то что-то доказать. Опять же, кому... Какой-то подростковый тракт. Вот на самом деле, я не обладатель ни один данного мнения, уникального художественного видения. И вновь, если вы пытаетесь кому-то что-то доказать, думала, что есть профессия, она же любимое дело. Ну или к этому собиралась идти, чтобы в итоге я могла уверенно сказать, что это моя профессия. Нет, никто не может быть уверенностью сказать, что что-то является его профессией. Потому что профессия, как и любое дело, оно трансцендентно. Потому что оно всегда выходит за пределы самого себя. Так, то есть не профессия не может концентрироваться и зацикливаться только на самой себе. Ничего полкового не вышло. После музыкального колледжа несколько попыток учиться дальше академическую музыку исполнить, и я теперь окончательно бросил в бассейн заниматься этим профессиональным ответом. Почему? Как бы вас приняли неудачи? Никогда не чувствовал себя в этом успешно, и хотя не представляю своей жизнью без какой-то степени погружения между академической музыкой и вообще искусством. Я полагаю, это связано с тем, что вы занимаетесь искусством неестественным. С людьми схожившись по принципу, это все, что я заслужил на этот момент, с людьми, которых не очень уважают, так что предстаю уважать на себя. Ну, то есть здесь, по сути, идет опять же обесценивание и одновременно идеализация. Это вот угадывается теми, кто вдохновляет, держит очень короткие связи, и кажется, мне нечего им предложить толкового. Здесь принципиально деструктивный взгляд на человеческую ценность. То есть он у вас идет, ну, из расчета на полезность. А человеческие отношения строятся все-таки не на полезности. Больше всего хочу понять, как я могу помочь себе. Себе скорее всего никак, потому что здесь можно указать только направление и с вами работать. Понять, насколько я способна вообще остановить вещи, которые сложнее и глубже, чем то, что я понимаю на этом сейчас. Да, а зачем вам это? Опять же, какая цель? Как понять, что действительно на самом деле для меня важно работать с чувствами, с вашей потребностной сферой? Что хорошо в этой жизни лично для меня? Хорошо, ничего, как и плохо. Вы можете сами за собой определить, что для вас полезно, именно для нас. Что не полезно. Что вовремя, что не вовремя. Что является правдой именно для меня? Это эмоции, работа с эмоциями. Безогнатки на что бы то ни было для гармоничной и счастливой жизни. Понимаете, гармоничная и счастливая жизнь не может быть целью, потому что гармоничная и счастливая жизнь направлена всегда на что-то. Это тоже трансцендентно. Это тоже трансцендентно. Вы циклитесь на то, что само себя определяет в этом проблема. Не можно определять само себя то, на чем вы застряете свое внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.